На канал Экзегет поступают вопросы, в частности, связанные с тем, как христианину реализовывать его служение милосердия в этом мире. И эти вопросы вполне закономерны, потому что вокруг нас очень много боли, очень много страдания, очень много людей, нуждающих в нашей помощи, и зачастую у нас нет понимания, как эту помощь осуществлять. А вопрос такой, если я понимаю, что рядом со мной находятся люди, нуждающиеся в моей помощи, но я не обладаю непрофессиональными навыками, недостаточными средствами для того, чтобы помощь оказать, какой путь здесь является оптимальным? Ну, на самом деле, я глубоко убежден в том, что то, чего может сделать один человек, может сделать группа, сообщества людей, объединенных общими целями, общими христианскими принципами и общим желанием помогать людям. Сегодня, безусловно, существуют очень различные формы помощи нуждающимся, и, безусловно, достаточно много такого рода проектов, связанных с помощью нуждающимся, есть в церкви. Но есть огромная, на мой взгляд, разница. Разница между Москвой и разница между другими российскими регионами. Вот я так сложилась, большую часть своей жизни прожил в Москве, был сначала московским журналистом, потом московским священником. Я достаточно много журналистов ездил по стране, в том числе по каким-то очень неспокойным местам, по Северному Кавказу, по тогдашним горячим точкам. И мне казалось, что я имею представление о том, как живет страна в целом. Но вот 20 с небольшим тому лет назад я начал свое служение в Саратове, и я вдруг понял, что все мои представления были совершенно неверными. Почему? Потому что, и об этом приходится говорить, напоминать, мы отходим немного в сторону от центральных улиц, мы заходим в советские панельные многоэтажки, мы заходим в фрущевки, мы заходим в дома, построенные пленными немцами после окончания Великой Отечественной войны, и мы видим порою совершенно ужасающую нищету. Мы видим людей, у которых отключена за нее плату газ, у которых канализация и водопровод находятся в столь плачевном состоянии, что они толком не могут пользоваться этими удобствами, у которых проводка искрит, происходит короткое замыкание, приходится отключать электричество. Мы видим людей, живущих очень-очень тяжело. И, например, вот если взять наш Саратов, в Саратскую область, где я служу, то, согласно данным Росстата, 14% населения области живет, за чертой бедности. То есть, ну, это в среднем 8-9 тысяч рублей в месяц доход. Реально таких людей, к сожалению, гораздо больше. Вот. И можно сказать о том, что многие из этих людей в таком положении оказались не в силу инвалидности, не в силу каких-то обстоятельств непреодолимой силы, а это, скажем так, состояние их сознания. Они не знают, как выходить из этой нужды, они не знают, как зарабатывать деньги. Большая часть из них уже прожила подобным образом жизнь, и каких-то изменений ожидать, к сожалению, совсем-совсем не приходится. Вот мы в свое время, когда думали о том, как помогать таким людям, пришли к выводу, что единственный выход – это создание системы помощи. Потому что один человек может помочь пяти, десяти людям. Вот. А когда мы создаем систему помощи, она позволяет нам помогать большому количеству людей. Начинали мы с десятков. Сегодня вот наш фонд с таким многомещающим названием «Хорошие люди» саратовский помогает порядка 8 тысяч подопечных различных. Это самые разные люди. Это инвалиды и дети, воспитывающие детей инвалидов. Это многодетные семьи, это матери-одиночки, это огромное количество пенсионеров. Это люди, оказавшиеся объективно в очень сложных жизненных ситуациях. У нас большое количество направлений помощи. Это и продуктовые пайки, это и кормление нуждающихся и бездомных на семи точках по городу, то есть сотни людей ежедневно кормим. Это бесплатная столовая, в которой мы можем кормить тех людей, которых неудобно кормить на улице. Это, как правило, семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Это пекарня, где мы печем хлеб для бесплатной раздачи. Это стипендиальная программа для детей из малобеспеченных семей, которые хотели бы заниматься спортом, которые хотели бы лучше учиться, которые хотели бы учиться музыке, рисованию, каким-то другим искусством. Это возможность подготовки бесплатной к ЕГЭ для, опять-таки, подростков из малобеспеченных семей. Это различные проекты, связанные с обучением пожилых людей, элементарным основам компьютерной грамотности, пользуясь гаджетами, что сегодня для пожилого человека совершенно необходимое. И много-много других интересных и важных проектов с этим связанных. И наша команда, это буквально 5-6 человек, команда сотрудников и команда волонтеров, которых сегодня уже больше 200 человек, это та группа людей, то сестричество, братство, то христианское сообщество, которое позволяет оказывать помощь множеству людей. И мы понимаем, что развиваясь дальше, вот в этом направлении системно, мы сможем принести пользу еще больше. И у нас есть большая потребность делиться этим опытом с теми, кто хотел бы этот опыт реализовать у себя. У нас есть необходимость создавать новые проекты. Проект – это какое-то громкое слово, оно немного холодное, даже кажется чужое. Это, ну скажем так, те способы оказания помощи людям, те способы совершения дел милосердия, которые позволяют при минимальных средствах достигать максимального результата. И что очень важно для нас, нам удается не терять при этом непосредственного переживания встречи с каждым отдельным живым человеком. Потому что вот то количество волонтеров, которое у нас есть, позволяет до каждого человека дойти лично. Позволяет с каждым человеком установить личное общение. Позволяет понять, в чем человеку необходима помощь. Помимо денег, помимо продуктов, помимо вещей, помимо его регулярного посещения нашего благотворительного центра, где можно получить всестороннюю помощь. Какое ему еще нужно человеческую часть, какое ему нужно участие сердечное. Вот для меня самого этот проект очень важный, очень дорог. Я могу сказать, что почему мы его так назвали, хорошие люди. Здесь целый комплекс объяснений. Во-первых, это замечательная книга митрополита Венимина Фетченкова, который какой-то короткий период времени служил и на Саратовской кафедре. В нем была такая книга, она называлась «Хорошие люди». И в сущности, если внимательно читать эту книгу, то получается, что хорошие люди – это вообще все люди. А с другой стороны, была такая мысль, что когда мы кого-то просим о помощи нашим подопечным, мы говорим, вы ведь хороший человек, а если вы хороший человек, то вы обязательно откликнетесь. А если не откликнетесь, то, возможно, когда-нибудь станете хорошим человеком. Вот. И один из наших главных лозунгов, он звучит так – «Хорошие люди делают хорошие дела». И мы понимаем, что, наверное, главными нашими подопечными являются даже не те, о чьей нужде мы говорим, о ком мы стараемся помочь, и главными нашими подопечными являются те люди, которым мы даем возможность помогать другим людям. Потому что это очень важно. Каждый из нас нуждается в том, чтобы кому-то помогать. Потому что мы помним, как будет проходить страшный суд. Мы помним ту картину страшного суда, которую нарисовал сам Господь. Он говорит о том, что все доброе, что мы сделаем по отношению к другим людям, мы сделаем по отношению к Нему. И все то доброе, чего мы не сделаем по отношению к другим людям, это то, чего мы не сделаем по отношению к Нему. Вот для нас это какая-то основа, самое главное, самое базовое той работы, которой мы занимаемся. И я думаю, что у человека, желающего понять, как помогать другим людям и чувствующего недостаточно своих ресурсов, есть хорошая возможность отыскивать вот такие проекты, как наш, неважно, будет ли это благодарительный фонд, как в нашем случае, или какое-то волонтерское сообщество. Самое главное, посмотреть, как устроена работа в этом фонде, в этом сообществе. Для этого есть простой способ, это анализ тех отчетов финансовых, которые должны быть на сайте, или в группе, или в аккаунте каждого такого фонда, или каждой такой группы. Если отчетности нет, то это всегда вызывает очень большой вопрос. Если отчетность непрозрачная, то это тоже вызывает вопрос. А если вы понимаете, что все движение средств осуществляется только лишь через расчетный счет, и вы видите, как все входящие средства, так и все средства, условно говоря, исходящие, на что они тратятся, то это то, что дает в нашем сложном сегодняшнем мире возможность убедиться, что ваша помощь не пропадет напрасно, что вы не напрасно потратите те средства, которые решите потратить на помощь бедным. И вот эти слова по поводу расчетного счета, они на самом деле очень важны, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что осуществляются сборы на личные карты банковские, и это всегда становится, ну, скажем так, поводом для каких-то раздоров, для каких-то искушений, потому что очень трудно на этих картах, деньги пожертвования отделяются от денег личных, всегда встает проблема отчетности, вот, потому что это же личная карта, вот, и, на мой взгляд, совершенно обязательно любая организация, которая занимается помощью людям, должна работать только через расчетный счет, и делать эту работу, ну, максимально наглядной, максимально прозрачной, это крайне необходимо. Хотя в любом случае Господь примет ваше усердие, примет ваше желание, но все-таки гораздо лучше, когда это усердие, это желание действительно достигнуть своей цели и сделать чью-то жизнь легче, лучше, и кому-то позволить задуматься о том, что если есть люди неравнодушные, и если эти люди христиане, то совершенно очевидно, что неравнодушен к ним сам Христос, и это именно Он их любит, именно Он посылает им через своих людей свою помощь. А что касается нашего фонда социальной поддержки хороших людей, то найти очень просто, потому что если в любом поисковике забить фонд социальной поддержки хороших людей, то мы сразу найдемся, найдется наш сайт, найдутся наши аккаунты в социальных сетях, ну, и какие-то упоминания с нами связанные, вот, ну, и различные видео, посты, рассказы наших подопечных о нашей повседневной работе, и эти рассказы, как правило, бывают очень теплые и очень неформальные. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.